Для чего в Казанский университет прибыли делегации из республик Экваториальная Гвинея, Ангола и Бурунди? Студенты из Китайской Народной Республики пообщались с представителями государственных органов. Человек, навсегда вошедший в историю, Абрам Иофер. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Александр Фирсов. В Казанском федеральном университете состоял заседание ученого совета. Оно началось с торжественной ноты. Президент МИРЭЭ, Российского технологического университета, член наградного комитета отраслевых общественных наград промышленного комплекса России, академик Российской академии наук, доктор физико-математический наук и профессор Александр Сигов вручил медаль Валерия Грайфера первой степени за выдающиеся достижения в развитии инноваций отраслевую общественную награду промышленного комплекса России, присуждаемую межотраслевым экспертно-аналитическим центром Союза нефтепромышленников России. Удостоены такой чести были президент Академии наук Республики Татарстан Ревкат Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Также награды вручили работникам и учащимся в УЗА. Члены ученого совета рассмотрели пять основных вопросов повестки дня, а также ряд других сопутствующих тем. После проведения голосования перешли к рассмотрению вопроса, касающегося конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-представательскому составу. Также были заслушаны представления к присвоению ученых званий и списки на получение дипломов кандидата и доктора наук в Казанском университете. Перспективы взаимодействия и поле для взаимодействия с наукой Татарстана, с образованием Татарстана очень серьезные. Я надеюсь, что, имея на сегодняшний момент многочисленные контакты, научные связи, мы будем их развивать, усиливать. И я думаю, что добьемся серьезного продвижения в направлении технологического суверенитета нашей страны общими усилиями. Спасибо еще раз за приглашение, очень рад быть здесь, приглашаю всех к нам в Северское отделение Российской Академии Наук. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok. Также 31 марта в IT-парке в рамках постоянного научно-популярного лектория Milmax Science лекции «Правда и мифы о животных» выступит орнитолог, доктор биологических наук, профессор заведующей кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ильгизар Рахимов. Животные живут рядом с нами тысячелетия. Мы узнаем о них порой из книг, фильмов или интернета. Даже известные факты о них иногда могут сильно удивить нас. Начало лекции «Мифы и реальности животных» в 17.00. В музее истории Казанского федерального университета с очередным визитом прибыли делегации из республик Экваториальная Гвинея, Ангола и Бурунди для более детального знакомства с богатейшей историей нашего вуза. О том, как прошла экскурсия и какие соглашения были подписаны, узнаете в следующем сюжете. Казанский федеральный университет на постоянной основе принимает послов со всех частей света. В этот раз приехали делегации из республик Экваториальная Гвинея, Ангола, Бурунди. Подробности встреч мы расскажем далее. В музее истории Казанского федерального университета вновь встретились представители различных культур и стран с руководством нашего вуза, которые на постоянной основе реализуют встречи для укрепления партнерских отношений за пределами России. Во время приема гостям была проведена краткая экскурсия по Казанскому федеральному университету. Представители государств посетили музей истории, где им рассказали о выдающихся личностях, а также о тернистом и могущественном пути становления вуза. Иностранные представители заинтересовались учебой Льва Толстого и Владимира Ленина. Свыше 52-59 тысяч обучающихся в Казанском университете, у нас 12 945 иностранных обучающихся из 101 страны. Мы одни из лидеров по количеству иностранных студентов Российской Федерации, очень большой контингент иностранных обучающихся. Не так много студентов. В целом из африканских стран порядка 500 студентов обучаются. Из ваших стран, скажу чуть попозже, ну или может быть сразу обозначу, к сожалению, не такое большое количество студентов. Они в основном обучаются по государственной линии, по стипендиям Российской Федерации на обучение. Задачей встречи было продолжение сотрудничества Казанского федерального университета с африканскими странами. Посол Республики Экваториальная Гвинея рассказал, что для граждан его государства обучение приносит большую пользу в их дальнейшей реализации. Также он отметил, что им интересно учиться новому, и они открыты для сотрудничества с университетом. Для их стран важны связи с Российской Федерацией, и они собираются продолжать совместную работу. Они учились здесь, и благодаря этому образованию, которое Советский Союз им дал, нашим институтом Российской Федерации, у нас есть это, дружеское и честное отношение. И думаю, что если смотрим истористики международные, когда есть выбор ООН или какой-то международной организации, 90% стран Африки поддерживают Российской Федерации. Приезд послов африканских стран завершился встречей с их гражданами, которые проходят обучение в Казанском Федеральном Университете. Всего студентов из Экваториальной Гвинеи один, из Анголы трое, а из Бурунди двое. Представитель Экваториальной Гвинеи поблагодарил за теплый прием и пообещал, что такие встречи не станут редкостью и лишь укрепят многолетний союз. Стоит отметить, что для того, чтобы поспособствовать развитию этого союза, ежегодно Казанский Федеральный Университет проводит форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура», в котором принимают участие представители африканских стран. Встреча проводится в рамках обучения граждан. Таким образом, Казанский Федеральный Университет продолжает укреплять связи по всему миру. И мы уверены, что этот визит был не последним. Ксения Бронская, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. Универ. Новости. В Доме Дружбы Народов Республики Татарстан прошла встреча иностранных студентов из Китайской Народной Республики с представителями Генерального консульства КНР в Казани, Администрации Казанского Федерального Университета и Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Какие вопросы стояли на повестке, расскажет наш корреспондент. В рамках встречи иностранные студенты получили информацию об особенностях получения визы, правилах поведения в университете и волонтерских движениях, в которых они могут принять участие или получить поддержку. Важным стало и упоминание о Центре помощи учащимся из других стран и о том, что делать в экстренных ситуациях и куда обращаться за помощью по миграционным вопросам. Проведем наше сегодняшнее мероприятие, основной задачей которого будет проинформировать вас о каких-то важных моментах пребывания в Российской Федерации, а также проинформировать о тех мероприятиях, которые проводит Дом Дружбы Народов. Очень интересные мероприятия. Мы проведем это мероприятие сегодня совместно. Будут выступать как представители Казанского Федерального Университета, представители Дома Дружбы Народов. По всей стране вузы проводят подобные мероприятия с целью профилактики безопасности. Иностранных студентов собрали отдельно, чтобы убедиться в том, что они владеют необходимой информацией и находятся в безопасности. Их предупредили, что будут проводиться учебные тревоги и репетиции действий в экстренных ситуациях и попросили не игнорировать и принимать участие в них. Я приехал из Китая, учусь сейчас на третьем курсе, но приехал только год назад. Всем китайским студентам очень долго надо ждать свои визы. Очень и очень долго. Нам неудобна и эта проблема, которую нужно обязательно решить. Но мне очень нравится еда, она и правда вкусная. А еще русские люди хорошие, отзывчивые, не раз мне помогали, с ними удобно общаться, и мне это нравится. В частности, затронули и тему опасности интернета, о возможных вербовках через социальные сети. В связи с разницей в менталитетах и возможными конфликтами из-за непонимания ситуации, ребятам напомнили о важности соблюдения осторожности при общении с незнакомыми людьми. У нас в университете очень развито волонтерское движение. У нас множество разных спортивных секций, общественных, научных организаций. Университет позволяет использовать для своего развития всю эту политику. Все это проводится под эгидой Департамента молодежной политики. Одной из важных тем в рамках встречи стало обсуждение получения визы и миграционных требований, предъявляемых к иностранным студентам. В Казанском федеральном университете ребята, приехавшие из других стран, обязаны обратиться в отдел адаптации КФУ, чтобы получить необходимую информацию о дальнейшем обучении. Также важным этапом является прохождение обязательного медицинского обследования, поэтому студентам объяснили, как записаться к врачу или попасть в тот или иной отдел через официальный сайт КФУ. Подробнее рассказали и о разрешении на временное проживание в целях получения образования, куда обратиться при необходимости и возможных рисках его неодобрения. В конце встречи студенты задали интересующие их вопросы и поделились впечатлениями о Казанском федеральном университете. Эмилия Хамитова, Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости. Абрам Иоффи внес бесценный вклад в укрепление обороноспособности страны во время Великой Отечественной войны. Об открытиях великого ученого узнаем далее. Абрам Федорович Иоффи – русский советский физик, академик, именуемый отцом советской физики. Во время Великой Отечественной войны, благодаря стратегии Иоффи в развитии радиолокации, размагничивании кораблей, бронезащите, физико-технический институт Академии наук СССР быстро переориентировал свои ресурсы. В короткий срок ученые начали работать в Казани в условиях эвакуации. Как директор института Абрам Федорович строго оценивал, каким направлениям исследований необходимо дать первенство в тот или иной момент, и переводил сотрудников в лабораторию соответственно оборонным задачам. Одним из самых крупных достижений Абрама Федоровича стала работа по защите боевых кораблей от магнитных мин и торпед. Известно, что ни один корабль, снабженный системой противоминной защиты, не подорвался на вражеской мине. Также Иофи курировал проект, который был посвящен изучению электрических и тепловых сводств полупроводников. Результаты исследования помогли создать партизанский котелок, термоэлектрический генератор, предназначенный для питания радиостанций в партизанских отрядах и разведывательных группах. Абрама Иофи можно по праву считать создателем советской физической школы, которая воспитала многих блестящих ученых-теоретиков и экспериментаторов. Абрам Федорович был не только гениальным ученым, но и обладал недюжинными организаторскими способностями. Умел находить и привлекать к работе молодые таланты, пропагандировать науку, увлечь коллег мечтами о будущем техники. Карина Саяхова, Эмилия Хамитова, Универ Новости. Люди не замечают, как проживают дни с постоянным чувством тревоги, вызванным страхом и переживаниями. Девушки избегают прогулок в темных подворотнях в вечернее время. Бабушки привыкли сидеть в ожидании и беспокоиться о внуках и детях. Но бывают и более тяжелые страхи, которые не поддаются разумному объяснению. В следующем сюжете мы расскажем, чем страхи отличаются от фобий, и нужно, и можно ли их перебарывать. Все мы чего-то боимся. За свою жизнь, за жизнь близких. Такие страхи естественны, потому что они меньше влияют на качество жизни человека. Фобия же нездоровый страх, который зачастую может мешать размеренной жизни и приносить неудобства. Так, при агрофобии и социофобии люди боятся выходить из дома. При неофобии избегают перемен, а при клаустрофобии – лифтов. Получается так, что человек сознательно ставит в себе ограничения. Еще раз говорю, есть причины конкретные, при которых страх будет иметь место у всех, а есть уже такой тревожный психотип, которые, в общем-то, начинают страдать, и страх является триггером, а потом уже возникают беспричинные страхи, и этот психический след прокручивается, возникает неврозно-навязчивое состояние. И причинами могут быть, с одной стороны, психотип, то есть тревожный психотип. У человека может быть определенная психоистория, определенная психотезиологическая конституция. Он более тревожный, он мнительный, ну, прям есть меланхолики. Можно сказать, что фобия и страх – наша реакция на предполагаемую угрозу. Нас одолевают душевные смятения и беспокойства, когда мы чего-то боимся. Поэтому мы равны как перед нашими страхами, так и перед фобиями. Если копнуть глубже, становится понятно, что фобия – патологический разновидный страх, который выражается в более болезненном состоянии. Фобии возникают в результате сильного испуга, который чаще всего человек мог пережить в детстве. И нередко фобия не связана с действительной опасностью для жизни. Ну, если говорить уже о страхах, вызванных просто заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, да, то здесь помогает практика, деятельность. Человек должен почувствовать, что он талантлив, что он способен, он должен иметь конкретные результаты. Если он просто будет применять приемы, но не будет изменять себя в деятельности, в практике, в конкретных результатах, где можно будет реально видеть, на что способен человек в творчестве, в деятельности, в науке, в искусстве, в учебе и так далее, как говорится, вперед. Многие страхи развиваются на протяжении всей жизни. Но есть ли способ справиться с надуманными фобиями и навязанными страхами? Кто-то скажет, что необходимо заглянуть страхом в лицо, чтобы окончательно их преодолеть. Но это более радикальное решение. Можно искусственным образом вызвать страх и постепенно пытаться привыкнуть к пугающим ситуациям. Олеся Кадусова, Универ Новости. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!